Всем доброе утро, с вами Олесь Селезнёва. И почвой для этого видео послужило письмо, которое мне пришло на электронную почту. И я, в принципе, думала, что будет достаточно одного видео, которое я уже записывала как видео-ответ для всех тех, кто начал писать в личные сообщения, комментарии. То есть мне проще одним разом сделать ответ, чтобы ответить большому количеству людей. Но, по всей видимости, этого не хватило. Многие начинают мне говорить, что доставь уже нас в покое, хватит эту тему муссировать. Но, тем не менее, вы же сами провоцируете, даёте почву на дальнейшие мои ответы, на дальнейшие видео, тем, что приходят вот такие письма. И, прочитав это письмо, я поняла, что оно относится к многим консультантам, лидерам компании Mary Kay. Касается и меня. Поэтому я оставляю за собой право ответить на это письмо. Также всегда под всеми видео есть контакты. То, пожалуйста, звоните на скайп, я могу пообщаться напрямую. И, к тому же, интересная позиция, удалив меня из чатов, добавив чёрный список, мне продолжает, опять же, в личку, в личку, в моё личное пространство приходить сообщение, что за каждого новичка в ноябре 500 рублей, в декабре мотивация на новичков, мотивация на дополнительные скидки к заказам, то есть пошла вон, но базовые новички давай делай. Ну, со стороны, я думаю, вам даже виднее, как это выглядит. Итак, сейчас я зачитаю письмо, которое адресовала наш национальный лидер Галина Киселёва. Дорогие консультанты и лидеры Первой Национальной, я решила написать вам, так как у меня было уже несколько обращений от лидеров, попавших в сложные ситуации. Поскольку явление начинает приобретать массовый характер, считаю необходимым высказать свою точку зрения. Речь идёт о бизнесе в нескольких компаниях или о консультантах-лидерах, которые оставили свой бизнес в Мэри Кэй, но не могут оставить в покое консультантов и лидеров компании. Вот мои соображения по этому поводу. Для тех, кто сомневается или хочет уйти, каждый из нас имеет право выбора. И если этот выбор перестал быть в пользу компании Мэри Кэй, это тоже решение, которое имеет место быть. Если ты принял решение уйти, уходи с достоинством. Будь благодарен за всё, что у тебя было за эти годы с Мэри Кэй и начинай другой бизнес с чистого листа, используя знания, ценный опыт, полученный за годы бизнеса с Мэри Кэй, но не людей. Если ты видишь ситуацию по-другому и используешь людей для бизнеса, имей достоинство и рассказывай о преимуществах другого бизнеса, но не рассказывай, что, где и у кого что-то не получается, если у компании в настоящий момент не рвущие горизонты показатели или ты видел где-то несоблюдение правил. Будь уверен в преимуществах своего нового бизнеса, так как постоянные упоминания других компаний, как несостоятельных или слабых, будут тянуть тебя назад и не помогут построить здоровый бизнес в новой компании. Предлагай, кому ты считаешь нужен, но не будь навязчивым. Давай людям право подумать и держи 100% фокуса на преимуществах своего нового бизнеса. Для тех, кто хочет быть с Мэри Кэй, будьте уверены, что Мэри Кэй компанию придумали именно для вас. История Мэри Кэй – это история миллионов женщин. Это наши с вами истории. Даже если в настоящее время в компании нет ошеломительных показателей, есть те основы, которые были заложены в бизнесе, благодаря которым женщины будут зарабатывать вчера, сегодня и всегда. Продукция и сервис консультанта – это знак качества Мэри Кэй. Место для лидеров Мэри Кэй есть всегда. У компании богатый опыт во все времена. И когда-то процесс шел не в гору. Мы продолжали работать. Есть люди, которые переходят из компании в компанию. Это их стиль жизни. А некоторые из них, желая увлечь вас новым бизнесом, говорят не только о преимуществах своего бизнеса, сколько о том, какие сложности испытывает компания, ставят под сомнение карьеру и потраченное время. Использование других компаний в качестве слабого примера для пользы своего нового бизнеса – это некрасивая манипуляция. На таком поприще построить здоровый бизнес немыслимо. Для меня это красный сигнал. Как только человек начинает в качестве контраргументации приводить другие компании – это стоп. Для меня это показатель явной несостоятельности собеседника. Я мысленно завершаю общение, перестаю реагировать на вопросы и сворачиваю разговор. Я ничего не доказываю, просто не вовлекаюсь. В прошлый период в сложной экономической ситуации в стране уже была похожая ситуация, и компании, которые использовали такие агрессивные методы, сегодня или совсем ушли с рынка, или о них не слышно с таким напором, который они демонстрировали, когда пытались завоевать рынок. Оставайтесь самими собой. Ваш национальный лидер – Галина Киселева. Ну и сейчас я хотела бы высказать, скажем так, ответить на это письмо и высказать свою точку зрения. В первую очередь я хотела бы поблагодарить Галину за такое развернутое обращение. И, конечно же, у вас есть своя точка зрения на положение дел, да? Но каждый человек имеет право высказать свою точку зрения, и поэтому сейчас я хотела бы, ну, разобрав на такие маленькие моментики, ответить свою точку зрения и дать ответ на вышезачитанное. Итак, Галина пишет. Я решила написать вам, так как у меня было уже несколько обращений от лидеров, попавших в сложные ситуации. Ну, действительно, сейчас в компании Mary Kay не самое сладкое время. Это имеет место быть. Это ситуация на рынке. И многие люди, хотяв разобраться, начинают задавать вопросы. Это совершенно нормальная позиция. Поскольку явление начинает приобретать массовый характер, считаю необходимым высказать свою точку зрения. Речь идет о бизнесе в нескольких компаниях или о консультантах-лидерах, которые оставили бизнес Mary Kay, но не могут оставить в покое консультантов и лидеров компании. Хотела бы остановиться вот на этой фразе. Не могут оставить в покое консультантов и лидеров. И, ну, речь идет о людях, которые работают в нескольких компаниях. Сейчас мы живем в такое время, когда практически каждый человек, он имеет отношение к какой-либо сетевой компании. И если он, в принципе, строит бизнес в какой-то компании, он может быть пользователем в другой компании. Либо он может там в нескольких компаниях чем-то пользоваться, не строя бизнес вообще. И здесь по поводу не могут оставить в покое консультантов и лидеров, я бы сказала, что не могут в покое оставить меня, потому что я уже давно дала ответ, видеоответ своей точки зрения, что, опять же, благодарю всех тех, кто поднимает эту тему. И вот эта фраза не могут оставить в покое консультантов и лидеров компании. Я бы сказала, что, наоборот, не могут оставить в покое меня, потому что, в принципе, изначально я вообще не собиралась касаться этой темы, да. Я не говорила, что я ушла из компании Mary Kay, потому что я действительно ей восхищаюсь, и у меня много вещей, которые меня связывают с Mary Kay. И это началось после того, как вот эта пошла волна негатива в мой адрес, началась там блокировка, со мной не захотел встретиться мой старший лидер. На что я сказала, в принципе, я имею право делать то, что я делаю. Она сказала, делай, пожалуйста, и вышло видео с видеоответом. Но на этом все не успокаиваются. Мне продолжает приходить куча писем в личку. Опять же, вы затрагиваете мое личное пространство. И тем, что в чатах, лидерских чатах, каждый день идет обсуждение моего имя и фамилии, мне передают переписки. Ну, на самом деле, это немножко даже не то, что даже смешно. Я понимаю, что вы показываете себя изнутри. Нет, чтобы идти и работать, мотивировать людей, перемывать кому-то кости. Это, ну, немножко не лидерский уровень. Пожалуйста, вы имеете право это делать. Но опять же, не отпускайте вы меня, а не я вас. И когда поступает сообщение там о базовых, или там о новичках, или письма, адресованные самой компанией, или вот такие обращения, это, естественно, касается меня. И рассылая это другим, вы опять же привлекаете внимание к моей личности. И еще больше людей начинают мне писать в личку и соглашаться с теми фактами, которые имеют место быть, но о которых, возможно, они просто не задумывались, или они не знали цифр, доводов, которые почему-то скрываются. Итак, для тех, кто сомневается, хочет уйти. Каждая из нас имеет право выбора. Если этот выбор перестал быть в пользу компании Mary Kay, это тоже решение, которое имеет место быть. Ну, здесь я полностью согласна с этим высказыванием. Естественно, каждый человек имеет на свой выбор. И, как я говорила, это уже сетевой, это бизнес свободный. И здесь мы не приходим работать по найму. Мы имеем на свой выбор. Если ты принял решение уйти, уходи с достоинством. Будь благодарен за все, что у тебя было за эти годы с Mary Kay. Начинай другой бизнес с чистого листа. Используй знания, опыт, полученный за годы бизнеса с Mary Kay, но не людей. Что такое уходи с достоинством? Уйди молча, ничего никому не сказав. Наверное, это достоинство, да? Или достоинство, когда тебя называют неуспешным, потому что ты делаешь мало базовых, немножечко оскорбив, даже не немножечко, а множечко, ну и давай удачи тебе в новом бизнесе. Наверное, это достоинство. Получай, значит, используй опыт, но не людей. Я немножко не понимаю. Люди – это наш первоначальный капитал в сетевом бизнесе. Почему говорят, что нужно в списке писать не 100, а 300 человек, да? Потому что каждый человек – это, допустим, там 1000 рублей. Если ты пишешь 100 человек, это 100 тысяч твоих вложений в новый бизнес. Соответственно, чем их больше, тем больше у тебя крепче и так далее бизнес. Как можно не использовать людей, если именно людям мы даем информацию? Даже когда мы проводим класс Mary Kay, мы используем людей. И, допустим, если человек пользовался какой-то косметикой другой, ну, например, там Avon, Ariflame, Faberlic, вы же используете этих людей? Вы же говорите, а давай попробуем Mary Kay, ты сравнишь и поймешь, что для тебя лучше. И, конечно, строя сейчас бизнес в новой компании, я, как и любой работодатель, зову себе в команду людей. И как вы думаете, любой работодатель, у него есть некий отсев, да? Есть собеседование, которое кто-то его проходит, кто-то нет. Всегда в команду мы хотим принять профессионалов. Это нормальная позиция, и я не буду отрицать, я хочу в своей команде профессионалов. Это даст мне еще больший толчок, еще больший результат. И нет ничего в этом плохого, когда затрагиваются люди, которые уже работают в сфере прямых продаж. У них, опять же, есть выбор. То есть человеку дается информация, а он вправе выбирать, где ему лучше, где ему комфортней, где он может заработать. Или, допустим, если это денег не касается, я, опять же, могу сказать, идите в Mary Kay. Это супер, вас научат быть красивой, быть уверенной. Вы узнаете о многих ценностях. Идите в Mary Kay. Но если вы хотите денег, то обратите внимание на более молодую компанию и того человека, который уже получил этот опыт и может научить чему-то вас другому. И в новых условиях получить более быстрый результат. Естественно, компания Mary Kay это мировая компания. И получить, войти в пятерку лучших по миру, да это дорогого стоит. И я не знаю, какая из молодых MLM-компаний, возможно, она и не повторит успех компании Mary Kay. Но не всегда это нужно. Поэтому каждый человек имеет какое-то отношение, какой-то затронута, может быть, какая-то сетевая компания. Если сейчас каждая компания начнет предъявлять претензии, не трогай моих людей, то получится, что ну все, можно лечь и умереть от того, что не заработаешь денег. Если ты видишь ситуацию по-другому, используешь людей для бизнеса, имей достоинство и рассказывай о преимуществах другого бизнеса, но не рассказывай, что где и у кого не получается. Если у компании в настоящий момент нервущие горизонты показатели, или ты видел где-то несоблюдение правил. Если я видела нарушение, это касалось меня, есть принципы, приоритеты, о которых ярко, красиво говорят, но на деле они нарушаются. И если это имело быть, почему же я не могу об этом сказать? Почему такая позиция, закрой свой рот и молчи? То есть если я с этим столкнулась и сама соблюдала это, но на деле это оказалось не так, меня это затронуло, никого-то я не сплетню пустила, я говорю о факте, которые касались меня. Почему я не имею высказать свою точку зрения, или почему я не могу об этом сказать? По-моему, мы живем в свободной стране, и каждый имеет право голоса. Почему я об этом не должна говорить, я не понимаю. «Предлагай кому-то считаешь нужным, но не будь навязчивым». Полностью согласна. «Давай людям право подумать и держи 100% фокуса на преимуществах своего нового бизнеса». Здесь вообще 100% согласна. Дал информацию, человек думает. Поэтому сейчас и находится очень много единомышленников, которые действительно понимают. То есть я говорю на языке цифр и фактов, а многие говорят общей картинкой, красивой. Ведь я говорила, что мне посчастливилось общаться в скайпе с Галей Киселевой. И это действительно поистине человек, на которого я равнялась, и во многом как женщина она для меня пример. Но когда я задавала вопросы касательно бизнеса, допустим, я вот помню свой вопрос, когда я спросила по оборот компании в России, Галя мне не ответила. Тогда я, возможно, недопонимала, почему это. Теперь я понимаю. То есть либо действительно даже национальные лидеры не владеют этой информацией, тогда вопрос, почему компания скрывает это. Либо Галя просто не захотела мне это сказать, заведомо зная, что уже в компании стагнация. И опять же, это не украшает бизнес. Бизнес должен быть прозрачным, чистым. И если мы действительно пришли за деньгами, мы должны четко понимать. Потому что в стагнирующей компании, как я уже говорю, есть такой закон, закон рынка, закон бизнеса. Если компания стагнирует, как бы ты быстро ни бежал, ты сравняешься со скоростью компании. Есть всемирный закон притяжения. Веришь ты, не веришь, что ты разобьешься, прыгнув там с десятого этажа. Ты прыгнешь, ты разобьешься. Хотя ты можешь об этом не знать, тебе могут не сказать. Или сказать, ну, а вдруг не разобьешься, да? Вдруг у тебя получится. Вот то же самое. Для тех, кто хочет быть с компанией Мэри Кэй. Вот действительно, есть люди, которые хотят быть с компанией Мэри Кэй. И в этом нет ничего зазорного. Будьте с компанией Мэри Кэй. Делайте свое дело. Делайте это для красоты, для хобби, для внутреннего удовлетворения. Ни одного человека не говорю, нет, не ходи в Мэри Кэй, там плохо, иди ко мне. Я изначально у человека узнаю потребность. Говоря, допустим, с человеком, который, да, выше там в статусе, чем я на сегодняшний день, но я действительно узнаю о положении его в компании. И почему, если есть предложение более перспективное, плюсом дополнительно заработать, если человек интересует бизнес, финансы, почему бы нет? Это как открытие дополнительного источника дохода. Будьте уверены, что Мэри Кэй-компания придумана именно для вас. История Мэри Кэй – это история миллионов женщин. Это наши с вами истории. Полностью согласна. Вообще сетевой бизнес – это бизнес историй. Проанализируйте, что нам рассказывают на семинарах. На семинарах рассказывают истории. И, возможно, допустим, история какого-то лидера нас не зацепила, а на семинаре мы увидели женщину и поняли, «О, ситуация-то похожа с моей». И вот она смогла, и я смогу. И нас это начинает мотивировать. Поэтому сетевой – это бизнес историй. Это 100% правильно. Даже если в настоящее время в компании нет ошеломительных показателей, есть и основы, которые были заложены в бизнесе, благодаря которым женщины будут зарабатывать вчера, сегодня и всегда. Тоже согласна. Действительно, основы есть. Зарабатывать будут – вопрос, сколько и через сколько лет. Потому что, как я говорю, что жить хочется сегодня, здесь и сейчас. Сейчас у меня маленькие дети, которые требуют, чтобы их одевали, кормили, чтобы им покупали игрушки. А уже наступает такое время, когда приходится вкладываться в образование. Мои дети также хотят попутешествовать. И как не абсурдно это звучит, но они этого хотят сейчас. Я им не могу сказать, сынуль, подожди 5-10 лет. Обязательно мы с тобой это все заимеем, но чуть-чуть попозже. Поэтому результат какой мы хотим. Если мы говорим плюсом 5, 10, 15, 20 тысяч, то, пожалуйста, могут быть такие деньги. Если мы говорим о других деньгах, о других цифрах, о структурных деньгах, о деньгах пассивных, пассивного дохода, это уже совершенно другие цифры. И ведь те основы, которые нам нравятся в бизнесе Мэри Кэй, они есть, придуманы. Они действительно изначально. Ценности-то очень высокие, которые сейчас просто начинают перечеркивать своим поведением. Но это, опять же, личностный фактор. Но ведь все то, что нам нравилось в одном бизнесе, мы можем взять в другой и прививать это своей команде уже в новом бизнесе. Почему бы нет? Мы всегда за основу можем взять классику. Это как классическая юбка, которая не выйдет из моды. Это как, допустим, красная помада, которая тоже никогда не выйдет из моды. Даже если в этом сезоне модные изумрудные оттенки, вы накрасите губы красной помадой, это будет тоже модно. Это основы, и никуда от них не деться. Так же и в бизнесе. Место для лидеров Мэри Кэй есть всегда. У компании богатый опыт во все времена. И когда-то процесс шел не в гору, мы продолжали работать. Согласна. Есть место, и сейчас есть какие-то лидеры новые. Но в каком количестве они вырастают, как быстро они падают, это имеет место быть. И вопрос, а какой ценой мы достигаем этого лидерства? Можно идти годами долго с маленьким результатом, а можно идти более коротким промежутком времени с более быстрым и качественным результатом. Сейчас еще нет двух месяцев, как я работаю в компании Армель, сотрудничаю с компанией Армель. В моей структуре уже 90 человек, из них 68 – это люди, которые пришли на бизнес и которые уже зарабатывают деньги. У меня более 30 городов в структуре, и еще три страны – это Белоруссия, Украина, Казахстан, которые уже подключились и начали свой бизнес. Вот масштаб, да, и у меня есть сравнение. Есть люди, которые переходят из компании в компанию, это их стиль жизни. Некоторые из них, желая влечь вас новым бизнесом, говорят не только о преимуществах своего бизнеса, сколько о том, какие сложности испытывает компания, ставит перед сомнение карьеру и потраченное время. Действительно, есть люди, которые перебегают из компании в компанию, ищут более легких путей заработка. Я себя к таким не отношу, потому что если я прихожу в компанию за деньгами, я прихожу с четким пониманием того, что происходит, и то, что нужно делать. И тот результат, который был у меня за год, это говорит о том, что я не просто пришла в поисках халявы, а я пахала, пахала, еще раз пахала. И сейчас, анализируя ситуацию, я думаю, боже мой, как меня еще не бросил муж, как меня поняли мои дети, потому что я действительно занималась только карьерой. Но опять же, я такую цену была, значит, готова заплатить. Я нашла слова, чтобы договориться и так далее. Но за этим должен был последовать некий другой результат, чтобы сосуд восполнился. То есть из него пили, 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 его нужно заново наполнить. И когда этого не происходит, грамотный, разумный человек начинает анализировать, что произошло, что не так, и начинает корректировать свой путь. Вот так же было и со мной. Использование других компаний в качестве слабого примера для пользы своего нового бизнеса – это некрасивая манипуляция. На таком поприще построить здоровый бизнес немыслимо. Использование в качестве слабого примера. То есть нельзя сравнивать там, где был и там, где сейчас. Ну а как тогда принимать решение, где тебе лучше, где тебе комфортней, где тебе прибыльней? Ведь даже когда мы берем, вот даже косметику, да, мы наносим Мэри Кэй и сравниваем то, чем пользовались ранее. Это сравнение. И мы понимаем, что ага, Мэри Кэй для меня лучше, это эффективней, это на дольше хватает, по цене и качеству это лучше. И мы приобретаем. Либо мы покупаем какую-то вещь, мы примерим одно платье, второе, третье, мы выбираем. Мы думаем, да, вот это платье было хуже, а вот это платье лучше. Так же и работа. Мы даже работаем, когда по найму, мы смотрим. Вот в этой компании там лучше условия труда, там лучше директор. Вот здесь вот обещает много, но платит мало, и условия там похуже, пойду-ка я работать вот туда. Но ведь там же это происходит. И здесь именно только на сравнении можно понять действительно, где нужно быть. Для меня, пишет Галина, это красный сигнал. То есть когда человек начинает сравнивать, да, что там. Для меня это красный сигнал. Как только человек начинает в качестве контраргументации проводить другие компании, это стоп. Для меня это показатель явной несостоятельности собеседника. Я мысленно завершаю общение, перестаю реагировать на вопросы и сворачиваю разговор. Я ничего не доказываю, просто не вовлекаюсь. Но это позиция Галины. То есть лучше надеть шоры, ничего нигде не слышать, не видеть, никому ничего не доказывать. И лучше вообще уйти. Действительно так происходит, когда у человека нет аргументов, нет фактов. Либо когда явно человек в душе соглашается, но чтобы не колыхать это болото, лучше уж я промолчу и по-тихонькому уйду. И в принципе, наверное, так многие бы хотели, чтобы происходило и дальше в Мэри Кэй. Пока посредством вот этой вот ситуации, которая сложилась у меня, и еще раз благодарю за помощь в продвижении видео, вот эта волна всколыхнулась. И людям как будто по голове бух, и они поняли, блин, а действительно, действительно так. И что же мы не задумывались, и что же нам не сказали. Поэтому уйти не ответив, ну, на мой взгляд, это такая тоже не совсем лидерская позиция. Ведь иногда именно в споре рождается истина. Если у вас действительно есть факты, ну, вдруг я заблуждаюсь, вдруг это не так, ну, приведите мне, я уже не в одном видео прошу, приведите мне факты, доводы, что это не так. И, возможно, вы меня переубедите, но этого еще не произошло. Все начинают уже копаться там чуть ли не до моих морщин, не до цвета помады, прически. Вот знаете, когда уже нечему придраться. В прошлый период сложной экономической ситуации в стране уже была похожая ситуация. И компании, которые использовали такие агрессивные методы, сегодня или совсем ушли с рынка. Или о них не слышно с таким напором, который они демонстрировали, когда пытались завоевать рынок. Ну, возможно, и да. Здесь, конечно, бы хотелось услышать, о каких компаниях идет речь. Но вообще скажу, да, по статистике очень много компаний, которые приходят в первый год, да, работая, заявляют о себе и благополучно тихонечко уходят. На них кто-то успевает заработать. Как правило, это не серьезные сетевые компании. Возможно, это какие-то финансовые пирамиды, либо некачественный продукт. То, где сегодня я, это несколько другая ситуация. Но опять же, опять же, я всегда говорю, в любой компании есть плюсы и минусы. И здесь минусы есть. Я не могу сказать, допустим, сколько просуществует Армель. И, возможно, ни одна новая компания не повторит опыт компании Mary Kay. Но ведь это, допустим, если сравнивать пример по жизни, вот есть, допустим, чемпион мира по боксу. Он завоевал титул, он стал известен на весь мир. И это годами-годами человек-легенда, да. Но вопрос сейчас, если он выйдет на ринг, возможно, его новый какой-то чемпион просто возьмет и легко побьет. Потому что у него есть силы, гораздо большие силы. Есть неимоверное желание победить. Есть хватка упорства. И это можно сравнить также и с компаниями. Есть компания-гигант и какая-то маленькая новая компания. И мериться силами, ну, просто невозможно. Но есть все шансы. И есть шансы в этой новой компании заработать и вывести себя на новый, качественно новый уровень жизни. И это сейчас происходит со мной. И пройдет второй месяц, я, конечно же, покажу другой результат. И, возможно, кто получает по 100-200 тысяч в морякей, сумму в 30-40 тысяч не мотивирует. Но это начало. Покажите мне того человека, который приходит в морякей и за месяц-два получает 40 тысяч структурных денег. Я с удовольствием пообщаюсь с таким человеком и искренне за него порадуюсь. И, возможно, еще и поучусь от него. Покажите мне такого человека. Оставайтесь самими собой. Действительно, оставайтесь самими собой. Не показывайте себя изнутри. Не унижайте людей. Не промывайте кости. Давайте делать каждое свое дело профессионально и качественно. Ведь кому-то нужны вы, кому-то нужна я, кому-то нужна Галя Киселева. И на нас всегда есть кому равняться. Я желаю всем удачного дня, быть профессионалами своего дела и быть счастливыми и оставаться людьми. И помните, судите о моей успешности не потому, сколько зарабатываю я, а потому, сколько зарабатывают мои партнеры. Всем удачи, всем пока. С вами была Олеся Селезнева. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Нас бьют, мы летаем, смеемся и плачем, внизу оставляя свои неудачи. Нас бьют, мы летаем, от боли все выше, крыло расправляя над собственной крышей. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.